Все знают, что в нашем ассортименте одна из самых широких цветовых палитр масла для дерева. Бергер Безойл уже много лет представлен 34 базовых оттенков. С недавних пор компания существенно расширила свою палитру цветовую, было выпущено порядка 20 новых цветов. И в этом году мы отважились 9 из этих цветов добавить в свой стандартный складской ассортимент. То есть раньше у нас и так всегда 34 цвета, все были в наличии и в маленьких пробничках, и в основных рабочих метровых упаковках. Сейчас мы добавляем в свою палитру 9 новых цветов. И сегодня будем делать для наших торговых точек новые образцы. Значит, для этого нам понадобится что? Для этого нам понадобятся пробники самих масел, я их чуть попозже принесу. Нам понадобятся вот такие палочки для перемешивания. Нам понадобится малярная лента для того, чтобы каждый из щитов мы пополам проклеили. И каждую половину мы сначала предварительно смочим водой, чтобы показать две степени насыщенности цвета, которые можно добиться с помощью каждого оттенка. Бюгель стандартный с валиком для того, чтобы наносить воду. И пады для нанесения цветного масла, белые пады. А почему ты не наносишь масло валиком? Потому что это масло без воска, это материал, который надо наносить методом растирания. Все остатки с поверхности нужно будет располировать. Я это все покажу. Значит, вся хитрость, что каждый из этих образцов мы должны будем покрыть с двух сторон. Лицевая сторона у нас из дуба, а нижняя сторона у нас обычная дубовая ламель, наклеена на фанеру. А фанера – это береза. Каждый наш щит с образцом дуба на самом деле является еще и вторым образцом на светлой породе дерева, на березе. Ну, по ним нельзя в любом случае утверждать цвет, но плюс-минус показать, как будет этот же оттенок цветного масла на светлой породе дерева плюс-минус можно. А для чего ты наносишь воду наполовину? Значит, для того, чтобы увеличивать способность, для того, чтобы поднять ворс и чтобы увеличить способность больше принимать пигмента, который содержится в цветном масле. То есть, больше просто его оседать будет непонятно. Степень насыщенности увеличится. Соответственно, белый будет белее, темный будет темнее, коричневый будет коричневее, серый будет серее. С таким способом мы увеличиваем насыщенный цвет. Увеличиваем насыщенность цвета. Итак, опыт номер один. Ультра-белое масло Безойл цвет ультра-вайс, ультра-белый. Обязательно каждый из наших подопытных кроликов, то есть цветных масел, мы должны очень тщательно перемешать. Зачем? Для того, чтобы равномерно по всей емкости банки распределить пигмент. Потому что, если мы не размешаем, то сверху пигмента почти не будет, потому что пигмент всегда тяжелее самого материала. А внизу его будет много. Там можно будет покрасить градиентом. А наша задача покрасить ровно, одинаково. Поэтому очень тщательно перемешать. Палочкой. У нас был раньше просто белый. В чем разница этого белого от гораздо более насыщенный белый пигмент. Просто, мне кажется, количественно здесь белого пигмента в разу больше. Но цвет будет насыщеннее. Очень хорошо этот материал будет комбинироваться с такими лаками, как 2КПУ Naturel White и 2КПУ Nordic White в качестве финишного покрытия. Которые дополнительно либо сохранят этот цвет, либо, как в случае с Nordic White, добавят насыщенность белого. Я еще не растер до сухого. Видишь, уже видно разницу, да? Там где не было смочено водой. Наоборот, смочено водой. Смотри, что я делаю в конце. Я переворачиваю чистой стороной. То есть, как будто бы ставлю новый белый пат. И располировываю все, чтобы не оставалось на поверхности никаких луж и разводов от моего нанесения. Продолжение следует... Наши новые цветные масла за ночь полностью высохли. Мы получили новые красивые оттенки, тем самым расширили свой ассортимент. А вот результат на готовых изделиях. То есть, вы можете посмотреть не просто на стендах, а уже на реальном паркете, как мы увеличили свою цветовую палитру и какие реально красивые новые цвета можно получить на вашем паркетном полу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!